Уильсинген Санамать, Финляндия Книжная новинка впервые рассказывает о появлении в Финляндии Центра радиоэлектронной разведки Ермох Ухтанин Уильсинген Санамать, Финляндия 6 ноября 2019 года Охтаманнинин, Атаманнинин и Лаурильихтонин Лаурильитонин, обнаружили новые данные об истории финской военной разведки Финская книжная новинка наследия операции Стелополарис Стелополарик Синперинта Раскрывает новые подробности истории финской разведки и, главным образом, новые данные об истории финской радиоразведки Профессор Охтаманнинин, Атаманнинин и полковник инженерных войск Лаурильихтонин Лаурильитонин, обнаружили в Швеции архивные данные, которые проясняют, в том числе, что находилось в сотнях архивных ящиков с документами финской разведки Которые были вывезены в Швецию из Финляндии в конце войны Продолжение, советско-финской войны 1941-1944 годов В книге также впервые рассказывается о появлении в Финляндии Центра радиоэлектронной разведки Вистика и Лаитос, при силах обороны страны в 1950-е годы Отделение радиоперехвата и сигнальной разведки в настоящее время относится к службе разведки сил обороны страны Исследователи также обнаружили, что создательница Мумитра Лей, писательница и художница Тувейнсон, Тувейнсон, в годы войны принимала участие в работе секретной разведывательной службы Это книга, продолжение книги Манни Нена, Лехтонина и Тималиене Тималиене, перехватчики сообщений-взломщики кодов Санамансия Пайя и Кадин Муртыя, которая вышла в 2017 году В ней рассказывается о работе финской радиоразведки в военные годы Книга «Наследие операции Стелополарис» рассказывает об операции Стелополарис Стелополарис – об участниках операции о возобновлении работы финской радиоразведки в 1950-е годы Стелополарис – проект конца войны продолжения, в рамках которого сотрудников финской разведки радиоаппаратуру и архивы перевезли в Швецию на тот случай, если Советский Союз оккупирует Финляндию Финская радиоразведка должна была продолжить свою деятельность из Швеции Операция началась в сентябре 1944 года С учетом членов семей, в Швецию переправили на судах около 750 человек, которых позже начали называть стелестами Однако операция потерпела неудачу, Швеция не разрешила проводить радиоразведку со своей территории К концу года большинство стелестов вернулись в Финляндию, но некоторые из них получили на работу в разведывательных службах Швеции и других стран Архивные материалы Стелополарис были сизжены в Швеции или перепроданы в третьи страны Архивные данные все еще считаются пропавшими Это уже третья книга Охта Маннинина, в которой речь идет об операции Стелополарис Он начал исследовать эту тему еще в 1970-е годы За несколько десятилетий ему удалось найти в архивах много документов об операции Последние находки Маннинин сделал в Государственном архиве Швеции, где он изучал архивные данные Департамента радиоразведки национальной обороны Швеции Временами удается обнаружить очень важную информацию Это настоящее приключение, говорит Маннинин с довольным видом Маннинин рассказывает, что в ходе исследования вопрос он обнаружил, насколько тщательно планировалось сотрудничество со шведской стороной Только сейчас я понял, насколько тщательно была спланирована операция Затем ситуация вышла из-под контроля, и в Швецию отправились гораздо больше людей, чем предполагалось, рассказывает Маннинин Одной из самых значительных архивных находок был доклад об операции Стелополарис, подготовленный Министерством внутренних дел Швеции в 1946 году В нем разъяснялось, что же произошло во время операции на самом деле К докладу прилагалась картотека, в которой содержание каждого архивного ящика описывалось примерно в пяти словах Благодаря этому удалось составить четкую картину того, что было вывезено из Финляндии Это действительно очень важная информация Новые данные об операции Стелополарис могут быть обнаружены в дальнейшем Стеллисты продали Англии важные коды и, возможно, что-то еще В свое время у Великобритании пытались получить информацию о материалах, переданных стеллистами, по дипломатическим каналам Эта идея не увенчалась успехом Англичане не согласились передавать данные В исследовании Маннинина и Лехтонина сообщается, что на рубеже 1943 и 1944 годов финская разведка основала так называемое подразделение С С той миста, которое должно было собирать данные о происходящем в Прибалтике и о деятельности немцев Подразделение сработало в Хельсинки на улице Каркяву-Аренкату, 21 и в столичном районе Мункиними Интересно, что одним из сотрудников подразделения оказалась писательница и художница Тувей Инсон Имя Инсон было обнаружено в списках известного специалиста по дешифровке Аркипали Он собрал эти данные в Национальном архиве Финляндии Тувей Инсон работала в подразделении С в 1944 году, рассказывает Маннинин Она работала в подразделении и была в курсе секретной информации, по крайней мере, частично В военное время Тувей Инсон была известным карикатуристом В 1930-е годы она рисовала карикатуры на Адольфа Гитлера, но в военные годы Финляндия и Германия стали братьями по оружию, и подобную деятельность ограничили, вплоть до угрозы разрыва отношений Однако Инсон позже рассказывала, что ей нравилось вести себя нагло в отношении Гитлера и Сталина В книге «Наследие операции с тела Поларис» впервые рассказывается, что финскую радиоразведку воссоздали в 1950 году А спустя 10 лет, в 1960 году, был создан финский центр радиоэлектронной разведки С наступлением мира организация сократилась в размере Более того, в Финляндии стали избегать даже употребление слова «разведка» К примеру, существовавшее во время войны разведывательное подразделение главного штаба было переименовано в иностранное отделение Полковник инженерных войск Лехтонин попросил у сил обороны Финляндии разрешение рассказать в книге о том, как возник финский центр радиоэлектронной разведки, и получил его «Я там очень долго служил, у меня есть на это письменное разрешение», — говорит Лехтонин Финская радиоразведка прекратила существовать в 1945 году Когда спустя два года контрольная комиссия покинула страну, финны решили повторно создать службу радиоразведки На практике на это ушло 10 лет Создание новой сети прослушивания началось осенью 1950 года Первые станции были расположены в городах Турку, Харьевалта, Хамейнлин и Аулу В середине десятилетия начали использовать первые радиопеленгаторные станции Их используют для определения источника радиосигнала Важнейшим объектом прослушивания и перехвата сигнала была военная радиосвязь, которая действовала за пределами страны Центральным местом прослушивания было местечко Нары-Ярви, где находились бараки авиабазы военного времени Новое место называли станцией радиоэлектронной разведки, Вистика и Осема На станции радиоэлектронной разведки располагались радиопрослушка, радиопеленгаторная станции и техническая поддержка, а также проводилось обучение Отдельные станции занимались только пеленгации Результаты изучали и передавали на станцию радиоэлектронной разведки, пишет Лехтонин Независимое финское военное подразделение радиоэлектронной разведки было основано в 1960 году По словам Лехтонина, создание этого подразделения было существенным этапом в развитии финской радиоэлектронной разведки Была создана основа для важного элемента, который в финской военной разведке отсутствовал Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова